Дорогие мои, всем огромный привет! С вами снова Таня и сегодня я хочу поделиться с вами мегаэффективной маской от прыщиков. Эту маску мне посоветовал мой косметолог еще в далекие годы, когда я была подростком. У меня была просто ужасно проблемная кожа, я вся была усыпана прыщами. Я ходила периодически к косметологу на чистки, на лечение и она вот посоветовала мне эту маску, используя в домашних условиях и уже на протяжении многих лет, наверное уже лет 15, если не больше, я периодически пользуюсь этой маской, если мне нужно быстро убрать какой-то прыщик. И я решила, что я просто обязана поделиться с вами этим рецептом, потому что он реально круто помогает от прыщей. Понадобится нам всего лишь два компонента, это детская присыпка и настойка календулы. Рецепт получается очень бюджетным, настойка календулы стоит 25 рублей, присыпка стоит 35 рублей, вот у меня даже ценники есть. Это очень простой рецепт, делается очень быстро, наносится на воспаление точечно, прям вот ватной палочкой, только на сам прыщик, не нужно ни в коем случае наносить эту маску на все лицо, так вы себе только навредите, потому что эта маска является подсушивающей, и если вы нанесете ее на все лицо, вы добьетесь только обратного эффекта, вы только усугубите ситуацию. Будьте осторожны, наносите локально ватной палочкой на места воспаления. Ну что, приступаем к рецепту. Итак, для размешивания маски понадобится какая-нибудь емкость, мне, например, удобно размешивать в такой небольшой рюмке. Количество присыпки зависит от того, на какую область вы собираетесь наносить маску, если, допустим, на 1-2 прыщика, то вполне будет достаточно, ну где-то половину чайной ложки присыпки, в принципе, больше не нужно. Добавляю половину чайной ложки присыпки и примерно такое же количество настойки календулы. Добавляйте настойку по чуть-чуть, чтобы маска не получилась прям слишком жидкой. Размешивать все это дело мне удобно деревянной палочкой. Вот, маловато календулы добавила, можно добавить еще. Я, в принципе, делаю это практически всегда на глаз, ничего особо не отмеряю. Тут самое главное что? Главное добиться вот такой вот пастообразной консистенции, чтобы маска не стекала с кожи, чтобы она была такая достаточно густая и можно было ее намазать на прыщик. Итак, будем наносить маску. Я сняла с кожи лица макияж, оставила только макияж глаз и губ. Вы, конечно, если делаете дома, то обязательно полностью умойтесь, очистите кожу. И дальше, что я делаю? Я беру ватную палочку, макаю ее в нашу маску и буду сейчас наносить на прыщик. У меня вот тут вот на щеке вскочил прыщик, и я прям таким плотненьким слоем намазываю эту маску на воспаление. Главное делать это достаточно быстро после того, как маску замешали, потому что она очень быстро подсыхает. Вот сейчас я подождала буквально 5 минут, пока переставила камеры туда-сюда, и маска уже начала так конкретно подсыхать. В таком виде оставляю маску подсыхать минут на 15-20. Иногда могу даже оставить дольше, если у меня очень сильное воспаление, могу продлить там время вплоть до получаса, до 40 минут. Но тут нужно быть очень аккуратным. Если у вас чувствительная кожа, попробуйте сначала нанести минут на 5, не более, и посмотреть на реакцию вашей кожи. Если все в порядке, тогда уже можете наносить на более длительный промежуток времени. После того, как все это подсохнет, по прошествии необходимого вам времени, просто все это смываете водичкой и дальше наносите свой уход. Или можно сверху нанести еще какое-нибудь несмываемое средство от прыщиков. Например, капельку масла чайного дерева или какой-нибудь гель от прыщиков. В общем, то, что у вас есть. Делать такую маску можно до тех пор, пока воспаление полностью не пройдет. Мне обычно достаточно одного-двух применений, и прыщик проходит полностью, потому что эта маска действительно очень мощная. Календула это мощный противовоспалительный компонент. В сочетании с присыпкой это просто бомба получается. Эта маска очень круто подсушивает, снимает воспаление, вытягивает гной из прыщиков. В общем, отличный рецепт. И большое спасибо тому косметологу, который когда-то в далекие мои подростковые годы посоветовала мне это средство. Периодически пользуюсь уже на протяжении многих-многих лет. И надеюсь, что этот рецепт будет вам помогать так же, как и помогает мне. Спасибо, что смотрели это видео. Если оно вам понравилось, поддержите меня, пожалуйста, пальчиком вверх. Подписывайтесь на канал, заходите ко мне в Instagram. Спасибо, что смотрели это видео. Целую вас. Пока-пока. До скорых встреч в новых роликах. Субтитры сделал DimaTorzok